Привет, девчонки! Это Маша. В сегодняшнем видео я наглядно отвечу на один из самых частых вопросов, которые вы мне задаете. Какой у тебя аппарат? На сегодняшний день работа современного мастера маникюра без аппарата практически невозможна, но это та вещь, которая всегда остается за кадром. У меня сейчас два аппарата, я вам их сегодня покажу. Ну и еще мы сегодня сделаем очень прикольный дизайн, так сказать, на поток. Рисовашки это, конечно, очень хорошо, но сегодня и мастера, и клиенты любят, когда побыстрее, покрасивее. И желательно из того, что есть под рукой, поэтому ловите еще одну быстренькую идейку дизайна от меня. Вот такие штучки. Я окрестила этот дизайн молекулой спирта. Клиентка сказала, что это большая медведица, но потом решила, что в комментариях может попасться космонавт, который ее теорию опровергнет, поэтому сказала, что это просто созвездие. Также была теория, что меня вдохновили рисунки на полях, и еще парочка версий в сторону НЛО, пришельцев, что это затерянные письмена, утраченный язык, ну вот это вот все. Не знаю, что мое подсознание реально хотело изобразить, но мысль с молекулой спирта лично мне ближе всего. Давайте подготовим ноготки к покрытию, немножечко попилим, ну и затем покажу вам свои аппараты, как и обещала. Итак, снимаем рамор. У нас тут было наращивание на стекловолокно. Мадам с гордостью сообщила, что на одном ногте она таки победила стекловолокно и краешек ногтя сколола. Я, конечно, удивилась, но немного поразмыслив, пришла к выводу, что даже при том, что длина не такая уже большая, скорее всего, корень проблемы вот этих вечно поломанных ногтей у этой клиентки, именно в том, что для нее просто длина неудобна. Поэтому я предложила укоротить и посмотреть, что будет. Забегая наперед, скажу, что новое покрытие я делала просто гель-лаком. Гель не наносила, ничего никак не укрепляла и носка совершенно другая, никаких обкусанных кончиков нет. Вот так бывает. И длина не очень большая, и дискомфорта, как такового, ногти не приносят, но вечно обо что-то ударяются, ломаются, а решение всего-то сделать их покороче. Маникюр сегодня делаю комби. Красное пламя, ножнички и шлифовка. Обратите свое внимание на срез. Просто в нескольких недавних видео я поднимала тему последствий слишком жадного среза кутикулы, показывала, как это выглядит при отрастании, причем уже буквально через несколько дней. Так вот, не надо резать все, что режется. Ровненько, это важно. Срезаем сухую колбаску кожи. Ножницы идут по стыку между юбочкой от кутикулы и местом, где она крепится, назовем это так. Больше не захватываем. Не нужно отрезать то, что еще не роговело, маникюр от этого чище не будет. Ровным срезом сняли сухое, дошлифовали силиконовой фрезой и готово. Ну что, теперь аппараты. Та-дам! Вот он, мой зверь. Я шучу. Это был мой самый первый аппарат. Просто в комментариях спрашивали, какой был первый аппарат. Ну, вот он, вам покажу и понесу в музей древностей. 20 тысяч оборотов в минуту. Невероятные 10 ватт мощности. Надежная система фиксации фрезы. О да, девочки, это вам не шутки. Китай как-никак. В общем, кто бы что ни говорил, я им даже снимала гель-лак. И да, мощности хватало. Это ответ тем, кто спрашивает недорогой аппарат только для домашнего использования. И всем тем, кто говорит, что название таких аппаратов, как этот, должно начинаться с буквы Гейс, а не с какой похлещей. И что это не аппарат вообще. Ну, справедливости ради я скажу, что да, когда-то я им пользовалась. Но взяв в руки сейчас, не понимаю, как мне это удавалось, честно. Аппарат очень дешевый. И, ну, на свои деньги он и пилит. Ручка дребезжит, что-то похожее на слово скряга. От качества у мастера на глаза навернется слеза. Но самой себе что-то там подчистить, подковырять хватит. Конечно же, при условии, если фрезу в гнезде не мотает справа налево и наоборот. А ее, скорее всего, будет мотать. И тут я сразу хочу ответить на второй по популярности вопрос. Девочки, если вы учитесь, делаете подружкам, в дальнейшем хотите стать мастером маникюра, Мой вам совет, не ищите дешевые китайские на пробу. Покупайте сразу нормальный аппарат. Еще раз, вот это сойдет только для домашнего любительского использования. Китай чуть-чуть подороже, тоже для любителей. Не усложняйте себе жизнь. Это дороже, чем пара тысяч сверху на нормальный инструмент, которым вы будете работать, на котором вы сможете научиться. Вилка и борщ, знаете ли, тоже есть можно. Если не говорить о надежности аппарата, качестве сборки, каких-то инженерных решениях, более выгодных для работы мастера маникюра, и рассматривать аппарат только в концепции технических характеристик, то он должен быть не менее 30 ватт мощности. Это подходит для маникюра, для педикюра, но только косметического. То есть для педикюра 30 ватт это минимальная мощность. Для нас с вами мощность аппарата обозначает, будет ли фреза буксовать. Вот для наглядности я включаю маленькую скорость, и при нажиме на фрезу скорость вращения падает, и фреза вовсе останавливается. На рабочей скорости на ногтях эти заминки не будут заметны для глаз, она не будет прям останавливаться, но нехватку мощности можно почувствовать, так скажем, на ощупь. Причем ощутить это можно только имея определенный опыт. Если его нет, просто поверьте на слово, чем мощнее, тем лучше. Это ощущается даже в мелочах. Что касается аппаратов, которые у меня сейчас, как я уже говорила, их два, Marathon 3 и Kodi. Про каждый расскажу более подробно, но начнем давайте с Marathon. Это один из самых популярных, самых практичных. Рабочая лошадка мастера маникюра, Marathon и еще есть один бренд Strong. Это две признанные мастерами торговой марки. Выбирая одну из этих фирм, вы точно не ошибетесь. У меня он, наверное, уже года 4 служит, радует меня, но, знаете, всегда хочется лучше, поэтому на будущее я присматриваю себе бесщеточный аппарат, конечно же, помощнее. Я бы не сказала, что мне не хватает мощности, или что этот шумный, или что вибрация в ручке большая, что ручка тяжелая. Нет, просто бесщеточные лучше по всем этим параметрам. Чаще всего бесщеточные ручки ставят на более мощные аппараты, так что, ну, хотелка у меня вот такая. У девочек туфельки, платьица, а у мастеров, знаете, лачки и аппаратики. Правда жизни. Так что, когда-нибудь я себе куплю такой аппарат, ну, или, может быть, мне кто-то, как блогеру, его презентуют. Скажем так, это один из приятных аспектов блогерской деятельности. Вот, например, этот аппарат мне подарил бренд Коди примерно год назад, может быть, чуть-чуть меньше. Я сначала подумала, что это какой-то дамский сверчок. Надежда, такую штуку не возлагала совершенно никаких. Ну, да, я думаю, попробую, коли швот у меня есть. Так увлеклась, что весь этот год проработала на нем, ну, знаете, часто используя, назовем это так. Вы сами видели эту ручку во многих моих видео. Я им просто пользуюсь. Не потому, что у меня нет другого аппарата, просто как-то за него зацепилась. Вы неоднократно спрашивали, что за аппарат такой. Ну, вот я отвечаю, показываю. И честно, я долго стеснялась и вообще не планировала отвечать на этот вопрос. Как-то просто непрофессионально работать не на выезде, в студии, на портативном аппарате, когда вот рядом стоит более мощный, более профессиональный. Но чего-то вот он мне запал в руку. И вот уж как есть, так и рассказываю. Если говорить о том, что мне понравилось в этом аппарате, так это то, что не нужно останавливать ручку перед переключением направления вращения. Обычно как? Если по правильному, чтобы не ушатывать моторчик, мы ждем остановку, переключаем и накручиваем обороты заново. Здесь же просто кнопочка. Аппарат сам останавливает фрезу и включает прежние обороты, которые вы поставили, но уже в другую сторону. Это происходит быстрее, чем на моем марафоне. Далее здесь есть экран. Не то, что я без него не попилю, но просто это как-то комфортно, и мне понравилось его наличие. Ручка легче, меньше, тоньше. Мне работает и то, и то, и нормально, но просто это удобнее. Ну и характеристики. Во-первых, он беспроводной. Эту штуку можно повесить на повяз, носить с собой, пилить всех на своем пути. Заряда мне хватало минимум на два дня. Я просто стараюсь не разряжать его в ноль, чтобы не убивать батарею. Ну и где-то на половине заряда включаю в сеть. Если оценивать этот фактор, то пятерка по пятибалльной системе. Портативность вполне оправдана, зарядки больше, чем нужно. Обороты 30 тысяч, мощность 24 ватта. С натяжкой это минимум для профессиональной работы, в теории. Но на практике аппарата с головой хватает на маникюр со снятием, на коррекцию наращивания, на эстетический педикюр его хватит. Ну, понятно, что без каких-то там сложных случаев и заморочек с пятками. И также из минусов это цена. Этот аппарат в два раза дороже моего марафона и даже чуточку больше. Ну вот, история моих аппаратов на данный момент. Вы просили, я показала. Отметьтесь в комментариях, если вам это было интересно. Я жду от вас обратной связи. Ну а сейчас давайте доделаем ноготки. Подготовили, все как надо, обезжирили. И наносим тоненький грунтовочный слой базы. Я взяла кодишную раббер базу. Кстати, в новом флаконе укороченная панорамная кисточка, что облегчает процесс нанесения такой густой и вязкой консистенции. Я, кстати, знаю, что некоторые мастера в своих раббер базах, вообще в любых густых раббер базах, сами подрезают кисть для того, чтобы было удобнее наносить. Первый слой наношу втирающими движениями. Делаю тоненьким, стараюсь закрасить все закуточки ногтя под кутикулей. Короче, везде, где можно. Вторым слоем наношу выравнивающий слой. Я взяла для этого камуфлирующую базу Коди Пингстоун. Это, к слову о том, что я говорила в начале, камуфлирующей базой особо не наукрепляешься. И, тем не менее, ногти держатся. Эти ноготки еще все живы, я писала их владелице. Ну и скоро она придет ко мне на коррекцию. Камуфлирующие базы хороши тем, что облегчает нанесение гель-лака в один слой. Клиентка выбрала вот такой полуэмалевый зеленый оттенок Коди номер 70 LCA. Он хорошо сохнет на толстом слое. Ну, в общем, нам от него только это и надо. Я сначала наношу его тоненько на весь ноготь, дотягиваю кисточкой из флакона везде, где достает, беру тонкую кисточку и дотягиваю еще дальше. На этом этапе важно работать именно тонким слоем, чтобы гель-лак не затекал. Также, возможно, будет легче, если снять липкость с базы. Ну, тут уже, конечно, смотря какая база, но если снять с липкость, во-первых, тон будет ложиться равномернее, во-вторых, не будет затекать. Ну и после того, как мы уже докрасили подальше тонкой кисточкой, мы быстрыми легкими движениями добавляем слой гель-лака и сушим. Хорош в покрытии в один слой еще такой трюк. Той же тонкой кистью мы распределяем тон как базу при выравнивании. Если где-то есть проплешина, перетаскиваем кисточкой туда немного материала. Это желательно делать быстро, чтобы гель-лак не успевал наплывать по боковушкам. Ну и, кстати, этот прием с тонкой кистью также здорово выручает при работе с проблемными оттенками, которые, ну, не хотят наноситься в два слоя без сбоя. Ну, а вот с тонкой кистью, возможно, таки захотят. Однотоночка есть, теперь дизайн. Мазнули немножко базой и выкладываем камефубуки разного размера. Берите базу погуще, чтобы пайетки не плавали. Хороши сюда будут, конечно же, камефубуки любого цвета, но вот эти единорожковые переливы, ну, слишком уж хороши под матовым топом. Кстати, плюс они перекликаются с зеленым основным цветом. Это дело нужно просушить. Теперь краской, ну, в моем случае белая, а там вообще под цвет пайеток или как уж захотите, рисуем соединение между этими штучками. Желательно тоненько, желательно ровненько, и чтобы краска не заплывала на стыке с камефубуки. На большом пальце я прям немножко психанула, ну, знаете, это какое-то сложное химическое соединение. Если на среднем и безымянном условно спирт, то что это, я не знаю. Варианты пишите в комментариях, возможно, меня смотрят химики. Ну, в общем, я перекрываю глянцевым кодишным топом с липкостью. Он достаточно жидкий, поэтому, возможно, чтобы перекрыть камефубуки понадобится два слоя. Я как-то обошлась одним. Как вариант, также можно взять более густой топ, им будет удобнее. В общем, нам сейчас нужно перекрыть камефубуки так, чтобы ничего не торчало. Мы следом наносим матовый топ, и до матового топа пайетки торчать не должны. В противном случае они могут плохо носиться. Ну и все. В глянце, конечно, тоже очень круто, но, как я уже говорила, такие переливашки, я считаю, лучше всего смотрятся под матовым. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну и, конечно же, пробуйте с камефубуки, которые у вас есть. Фоткайте, показывайте мне, что у вас получилось. Ваши работы я жду в Instagram с хештегом MashaCreate. Я их лайкаю и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если вам понравилось, если это было интересно, если дизайн классный по вашему мнению. Вопросы, которые у вас есть, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте подписываться на мой канал, жать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых интересных видяшках. Ну и, конечно же, я буду рада видеть вас у себя в Instagram. А с вами была я, Маша. До скорого!